Всем привет мои куколки, красотки, красавицы, ну и конечно же красавцы. Меня зовут Алена и я очень рада видеть именно вас на своем канале. В сегодняшнем видео покажу вам очередные новинки, ну и покупки мои просто из магазина FixPrice. Если вас интересует данная тема, то обязательно оставайтесь со мной. Ну во-первых, хочу сказать, что тема нового года очень сильно, именно в этом году взбудоражила абсолютно все супермаркеты, гипермаркеты. Леруа Мерлен чуть ли не с 10 октября уже начали выкладывать на полки в магазине новогодние товары. Мне нужно лежать елки, я немножечко этого не понимаю, так как я по сей день, а на минуточку сегодня 25 октября хожу майки. Ну вы сами понимаете, какое тут новогоднее настроение. И также FixPrice не ушел далеко от всех магазинов и уже начал выкладывать, помимо того, что есть товары на Хэллоуин, хотя я этот праздник, если честно, не понимаю и товар оттуда не беру. Для меня это такое, знаете, детский сад, трусы на лямках. Но новогодние, кстати, взяла. Ну и давайте начнем с них. Первое, что я вам покажу, это вот такие вот шарики-лошарики. Что же это у нас с вами за вещь такая? Ну как вы поняли, те, кто смотрит обзоры полочек, это гирлянда. Гирлянда новогодняя по 199 рублей. Одна вот такая розовая. Чем мне понравилась эта гирлянда и почему я решила ее приобрести? Да тем, что у нас тут сами шарики, такое ощущение, что они обмотаны капроновой ниткой. Ну это очень так стильно смотрится. И гляньте, как сюда подходит. Слушайте. Сейчас все будет. Сейчас. Фига себе, что это кабина? Хе, батарейки-то под топой. Ага. Дим-дим-дим-дим. Так, а сколько надо? Две? Две. Угу. О! Такой маленький фонарик, конечно. Сейчас будет фон. Кстати, это доказывает то, что я нахожусь в штанах, когда снимаю видео, и не в трусах, понимаете? Ну, как бы трусы на мне тоже есть, если что. Роша, давай сейчас джиндлбэр сделаем. Они слились так сильно. Ну, они слились, но однако вы в суть поняли, что как бы... Как бы да. Вот такие фонарики, вот такие фонарики. Только мне кажется... Не фонарики, а гирлянда. Только мне кажется, сам вот этот вот фонарь, который находится внутри гирлянды, внутри каждого шарика, слабоват. Но все-таки, если вы такие искали, то в фиксе самая выгодная стоимость. 199 рублей везде стоит от 500 рублей и выше. А сейчас пойдет конец ноября, начало декабря, когда именно будет пора вот этой вот всей новогодней тематики. Они будут немножечко подороже, а потом уже цены в январе месяце пойдут на спад, естественно. Дальше, что я приобрела, вот такую вот гирлянду новогоднюю кружево. Приобрела в основном для того, чтобы снимать там какие-то посты в инстаграм и просто тоже для фона. Вот такая у нас с вами коробка. Вот. И вот так выглядит сама гирлянда. Она у нас на проволоке. Чтобы вам видно было. Ну, раз уж такая пошла пьянка, давайте и тут батареи подключим, чтобы видно было. А, и вот. Будет видно, не будет? Видно, да? Или не видно вам? Сейчас сделаем по-другому немножечко. Вот, девчонки. Видать, да? То есть, как бы через одну. Ну, нормальная такая гирлянда. Посты писать в инстаграм для каких-то фотографий будет отлично. Дальше, что я купила? Я купила в этот раз себе ленту. Ленту в ванну. Это у нас фирма Фларкс. Цветодиодная лента. 99 рублей. Используется для освещения рабочей зоны на кухне или подсветки в шкафу. Холодный белый свет, клеевая основа. Я уже хотела такую штуку заказать на Алиэкспресс. Но тут увидела фикси и думаю, а, возьму так, естественно. Ну, вот так вот выглядит сама лента. Тут у нас три батарейки. Типа 2А, да. Ну что, по традиции этого видеоролика, давайте ее зажжем, посмотрим. Вот так. Девчонки, смотрим. Не видим, да? Сейчас. Теперь видим. Холодный белый свет. Ну, что-то напоминает освещение, как у ринглайта, но мне кажется, немножко холоднее. Что ж. А что, не броня? А, накрываем. Нет? Нет. Так, все. Все, с новогодними вот этими вот тематиками, гирляндами мы заканчиваем. Следующее, что покажу, это вот такие вот корзины. Мне они очень понравились. Это корзина для хранения марки Хом Тайм. Размер 30 на 13 и на 13 сантиметров. Цена товара 77 рублей. Вот так вот выглядят эти корзины. Чем они удобны? Они удобны тем, что они полуоткрытые. То есть, если что-то сложить, вот так вот, да, там какие-то тюбики, лаки для волос, краски для волос, это будет все видно, и как бы дизайн мне очень сильно понравился. Там есть несколько оттенков. Единственное, что пластиком сильно пахнет таким вот, китайским. Там есть несколько оттенков. Вот такой вот кремовый. К сожалению, коричневого нет. Еще какие-то такие очень креативные цвета, или там желтый, зеленый, и так далее, и так далее. У фикс прайса я заметила этот тренд, что если какая-то корзина, то она должна быть или розовая, или еще какой-то просто классических цветов. Очень-очень мало таких вот крем-брюле, или же просто белый, или же просто кремовый. Ну, как бы мало, но все-таки я отрыла крем-брюле. Буду использовать в хозяйстве, понимаете, хозяюшка тут сидит. Дальше, девчонки, раз уж, да нет, давайте все в хаотичном порядке покажу. Вот такие вот ватные диски появились у нас в фиксе. Это ватные диски по типу пэдов. В Корее, в Японии очень-очень давно уже используют вот такого рода ватные диски. Это у нас марка Клиник, правильно, да, Клиник вроде бы правильно произнесла. Многие любят их ватные диски, многие нет. Сейчас покажу вам уже открытую упаковку, я взяла две штучки. Вот так вот выглядят сами ватные диски. И сказать честно, они очень удобные, серьезно. Они не прошиты, но они слегка ребристые. То есть, если вы будете наливать свой любимый тоник, или же тонер на него, и протирать вашу кожу, во-первых, очень удобно брать. Как я обычно беру ватный диск, вот так вот. То есть, у меня два пальца здесь, и вот тут вот так обхватываю с другой стороны ватный диск, и вот так вот протираю. Также снимаю макияж. Мне кажется, одним ватным диском можно и личико протереть, и макияж снять. В общем, они мне понравились, буду брать еще. За счет того, что еще они немножко как ребристые, такой эффект пилинга. Ну, опять же, это может быть самовнушение. Дальше, два продукта от Colgate. Colgate с фторидом и кальцием. Это 154 грамма упаковка. Herbal White. Мята, в общем, у нас тут лимон, фенхель и эвкалипт. Вот такая зубная паста. Мне она очень нравится за счет того, что у нее нет вот такого, знаете, тошнотворного привкуса мяты. Есть зубные пасты, я, кстати, вам следующую покажу, которая вот, если попадет вам в горло, это все. Туши свет, бросай гранату. Вы будете кашлять, вы будете, я не знаю, у вас будут позывы. Рвотный рефлекс, вы понимаете, да? Вот это нет, она не грешит этим. Плюс еще она очень деликатно отбеливает. Она не делает эмаль зуба более чувствительной. У меня очень чувствительные зубы. И мне вот такие продукты, а-ля там отбеливающие зубные пасты, и просто сходить в салон на отбеливание, немножечко это не моя история. Повышается чувствительность. Эту зубную пасту беру уже не в первый раз. Так же, как и вот этот продукт от Colgate, это у нас Плакс свежий с чая, уничтожает до 99,9 вредных бактерий с натуральным экстрактом чая, свежесть между чистками. Я уже, наверное, не раз вам показывала ни 2, ни 3, ни 10, ни 20. В каждом выпуске, ну, фактически в каждом выпуске мелькает этот отбеливатель, хотела сказать, пятновыводитель. Вспомнила свой любимый пюр, которого давно уже не встречаю на полках в магазине FixPrice. Этот ополаскивател, и он самый-самый лучший вообще из всех, которые я перепробовала. Это касается не только FixPrice, а в обычном магазине брала. Ну, тут 99 рублей, объем пол-литра. Это намного выгоднее, даже если он будет на каких-то скидках стоять. Дальше, дальше, дальше ватные палочки. Косметические от марки Love & Love. Тут у нас 200 штук, хлопок 100% и чем они интересны? Да тем, что они, с одной стороны, у них заостренная часть, а с другой стороны, ну, обычная классическая, как у ватных палочек. Сейчас покажу вам открытую упаковку. Вот так вот выглядит просто упаковка, и внутри у нас находится вот такой вот кулечек, понимаете? Ну, вот так вот выглядят сами ватные палочки. Ну-ка, фокус-фокус, сделай мне услугу. Вот такие ватные палочки. То есть, с одной стороны, у нас заостренная часть. Очень удобно, ладно, очень удобно использовать в макияже, с другой стороны, вот такая. То есть, если что-то растушевать, я знаю, многие визажисты даже таким палочком делают растушевку, карандашиком. Карандашную технику вот это все используют. Ну, в общем, классные ватные палочки, и плюс их заключается еще в том, что сама вата очень хорошо намотана на... На что? На что, скажите мне? На палочку. Так, про зубную пасту отвлеклась. Вот такая зубная паста, 199 рублей. Она у нас вроде бы как, я не знаю, индийская или какая она там. В основном, те, кто захаживают фикс, уже видели эту новинку, 199 рублей, травяная зубная паста Rice Sun с гвоздикой. Вот, чтобы вы видели. И сама упаковка, вот, шайбочка. И палочка у нас идет. Что я могу сказать? Я очень люблю зубные порошки, я очень доверяю им в том плане, что отбеливание зубов. В основном, моя эмаль очень хорошо очищается только под зубными порошками, когда я чищу зубы зубным порошком. И тут я не сомневаюсь, подумала, что вот, ну, какая-то новинка, травяная зубная паста, должно быть все нормально. Ай, что могу сказать? Это вот немножечко консистенция пластилина. Это первый момент. Второй момент, она очень сильно пахнет, непонятно чем, то ли это эвкалипт такой насыщенный, то ли еще что-то. Она очень навязчивая, она по привкусу приторная, то есть, когда она начинает чистить зубы, не дай бог попадет в горло. Это все, я кашляла вчера целый день, она мне случайно попала в горло. Да, она хорошо пенится, то есть, за счет того, что тут много пены, вам кажется, что ой, я зубы нормально почистила, понимаете? Ну, как бы нет, не рекомендую все-таки, особенно у тех людей, у которых вот именно от навязчивых таких зубных паст, вот этот рвотный рефлекс. Я не знаю почему, не знаю почему так происходит, не знаю, правда, честно. Так, дальше, форма для выпечки от марки Китчен. Радуйте родных и близких ароматной домашней выпечкой и так далее, и так далее, и так далее. 199 рублей. Девчонки, очень много хороших отзывов на эти формы, на вот эти стеклянные. И те, кто снимает обзоры полочек, я читала комментарии, видела, что многие берут, и очень-очень классные. Думаю, мне тоже надо взять, кто не знает и смотрит меня в первый раз, то обязательно подписывайтесь. Кнопочка там, колокольчик, не забываем. В общем, у меня есть духовой шкаф от марки Redmond, Ready for Sky, по-моему, он называется, уж точно не помню. В общем, туда не помещается обычной классической формы для выпечки. Но вот такая малышка, она поместится прям вот притык. Я уже мерила, все прям отлично, хорошечно подошло. По поводу действия, я еще ничего не пробовала, можно картошку запечь, можно овощи запекать. Она очень хорошо моется, опять же, это по отзывам, я вам говорю, и не трескается ничего. Классная форма, вроде бы как, как девчонки говорили. Дальше, последнее, что я вам покажу, куколки мои, это два вот таких вот масла. Одно покажу, которое мне очень понравилось, и мне есть чем его сравнить. Это у нас омолаживающее маслоэссенция для сияния кожи, комплекс 10 масел от марки Floresan. Пожалуй, это первый продукт за последнее время от марки Floresan, который мне очень понравился. Дизайн упаковки. Вы сейчас поймете, про что я говорю. А ну-ка, давайте отгадаем, на что похоже. Похоже на Рише, то есть на маслопраймер от Рише. По упаковке, только там упаковка чуть-чуть приплюснутая и пузатая. По действию, чем-то по консистенции схоже. Маслопраймер и вот это масло, только с огромнейшей разницей. А еще плюс этого масла заключается в том, что я его наносила на свою кожу. Вообще, я покупала вот эти масла для массажа. Лица для массажа подходят хорошо, и я просто его использую. Во-первых, оно мне понравилось по своей текстуре. Он очень приятно пахнет, так знаете, еле уловимо. По текстуре это что-то среднее между сывороткой и маслом. То есть продукт быстро впитывается. Он не оставляет жирности, никакой пленки, ничего нет. Как я делаю? Я беру несколько капель на ладонь, вот так вот растираю. И после того, как я нанесла все свои масла, не масла, а сыворотки, кремы для лица, я просто вот так вот растираю. И вот так вот прохожусь по личику. Готово. Суперское масло, мне прям понравилось. Мне кажется, сухая кожа вообще взойдет на ура. Я считаю, что у меня жирная и достаточно проблемная кожа в том плане, если ей что-то будет не подходить. Она или раздражение покажет, или же начнутся прыщики. Ну, вот это вот масло некомедогенно. По поводу вот этого масла праймера, я его еще на лицо не пробовала. Для лица серии Oil Deluxe, кокос. Ну, использовать масла в качестве основы под макияж, мне кажется, это немножечко странно. По крайней мере, для моей кожи. Я пробовала и не раз. И мне кажется, на масляной вот этой вот пленке, которая находится на лице после использования праймера, косметика вся начинает съезжать. То есть, что-то растушевать нереально, это все вот так вот за кисточкой тянется. Опять же, использовала в разумных количествах, не так, что весь тюбик на себя налила. В разумных количествах нет. Для чего я взяла это масло? Это также для массажа. Пахнет оно тоже кокосом. Ну, как тоже, я имею в виду, как и написано на упаковке, пахнет кокосом. Для чего еще можно использовать такие масла? Те, кто делает депиляцию дома с помощью воска и картриджа, этим маслом очень хорошо снимаются остатки воска после депиляции. Вот прям на Ай-2, серьезно. Поэтому мне такие продукты нужны. У меня они как раз подзакончились. И в первый мир добрые люди. На лицо не использовала, но вроде бы как по отзывам тоже неплохо, особенно для сухой и возрастной кожи. Вот был выпуск покупок из магазина FixPrice новинок. Я надеюсь, вам мой видеоролик был интересен и полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики и смотреть их первыми. Также жду вас в своем инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. Там тоже выходит много всего интересного. Ну и все, ролик закончен. Всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok